Всем привет! С вами канал iPeat. Ребятки, сегодня мы немножко позанимаемся стором. Просто побросаем вот песочек, гуляем изгородь. Дойти другим собачкам сюда не сложно, то есть вход, но историком занимаемся в отдаленной площадке, дабы других собак здесь не было. Всегда нужно смотреть, остерегаться не только на свою собаку, но и на другую собаку. Если ты своей собаке уверен, ты не уверен в чужой собаке, тем более которую ты не знаешь. Сейчас мы просто занимаемся немножко, побросаем мячик. Буквально кратенький ролик после выставки о том, как мы занимаемся и более того. Какой смысловой нагрузки, ребят? Чего подошло? Просто поднялись. Лови. Хорошо. Молодой. Лови. Неси. Молодец. Сидеть. Лежать. Рядом. Нет. Молодец. Гуляй. Лови. Сюда. Молодец. Дай. Сидеть. Иди сюда. Сидеть. Хоп. Оп. 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 Давай, давай, оп. Молодец. Еще. Браво. Иногда такие моменты, когда вы играете с собакой в прыжки, или в какие-то перетяжки, нужно иногда отдавать собаке мячик, чтобы собака имела свойство немножко, скажем так, обладать им. Чтобы она понимала значимость. Потому что если вы не отдаете, собаке рано или поздно будет угасать интерес. Чтобы раскачать долгий интерес, чтобы собака долго прыгала, нужно потихонечку, потихонечку, поаккуратненько отдавать игрушку. Сегодня позанимались. Два-три прыжка. Подкрепили. Дали игрушку. Забрали игрушку. Ушли. Все. Больше вы не играетесь в течение дня. Следующий день пришли, позанимались. Опять то же самое. Два-три-четыре прыжка. И так? Раньше. Такими набрасками будут. Двадцатого числа четыре года. Вот за четыре балла круглого времени мы могли бы больше появиться. Булер. Вон мы прыгаем. Вот. Я не знаю, как это сейчас будет. Но еще в прошлом году в общей сложности не на время. Так, чтобы он еще оставался интерес. То есть, типа, все. Уже не хотел. Он напрыгивал где-то в районе двухсот тридцати. Там, 234, по-моему, что такое было на ключах прыжков. Это на самом деле, типа, много. Но это не на время, ребят. Чтобы вы понимали. Потому что при соревнованиях в том же докпулере дается полторы минуты. На то, чтобы поднимать. Здесь, сюда. Нет. Сидеть. Естественно, помните, что нельзя оставлять игрушку наедине с собакой. И на долгое время она начнет разгрызать. И в таком случае вам придется очень часто менять игрушку. Лежать. Рядом. Вот. Молодец. Рядом. Нет. Араш. Араш. Ближе. Молодец. Иди сюда. Рядом. Араш. Неа. Вот. Нет. Вот так. Смотрите. Я сейчас не использую поводу. Использую слова. Рядом. Сидеть. Использую слова просто для того, чтобы скорректировать. Но со временем, когда работаешь с собакой, занимаешься, приходишь рано или поздно к тому моменту. Все зависит, конечно, индивидуально от собаки. Когда нужно переходить от коррекции с помощью поводка, с помощью подсказок, с помощью еды, с помощью игрушек. Потому что ты это все убираешь и начинаешь заниматься с собакой буквально просто на словах. Да, вот есть игрушка, на которую он смотрит голодными глазами и готовь за нее все, что угодно сделать. Но для того, чтобы это было, нужно подогревать всегда интерес и играть с собакой, повышать игровую мотивацию. Сюда, сейчас идите, ревер. Нет. Сюда. Ревер. Сюда. Сюда. Продолжение следует... 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 просто крутит, вертит на игрушку. Игрушка убирается, ему больше не показывается, не подается сегодня, и на этом заканчивается. Тогда вы спокойно успокоите собаку, и, соответственно, собака не будет возбуждаться. Хорошо, молодец. Гуляй. Нет. 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 Молодец. Нет. Сидеть. Вот такими темпами можно погасить возбуждение у собаки. При том, что в числе, вот, видите, не знаю, что это концентрация. Рядом. Ай-яй. Нет. Вот, молодец, хорошо. Я дал команду рядом, собака не подошла сразу, соответственно, произошла коррекция. Нет. Чтобы не было этого дикого возбуждения. Нет. Хорошо. Соответственно, сейчас собаку нужно загрузить, потому что он концентрировался, начинают вот эти вот скулежи, писки, все остальное. Что делается? Просто делается послушка. Лежать, стоять, сидеть, нет. Если собака не работает как надо, соответственно, вступает коррекция. В какие-то моменты коррекция, вы видите, хватает и слов. Как было в начале, когда я говорю, то есть, ему можно переключить, но когда он не слышит меня дополнительно, то есть, услышал, но не сделал, тогда уже вступает в силу поводу. Но и так как собака у меня непревозбудима, да, холерик, ну, про темпераменты это отдельная речь, ребят. А собака концентрируется, чтобы собак не было концентрации, нужно собаку загрузить. Лежать, рядом, нет, вот, хорошо, молодец, рядом. Молодец, отлично, хорошо, молодец, нет, вот, молодец, хорошо, молодец, отлично, хорошо, нет, иди сюда, молодец, сидеть, лежать, сидеть, лежать, рядом, молодец, рядом, нет, хорошо, рядом, ай-яй не даем собаке выйти за себя вот он сейчас еще по уровню по уровню моих стоп рядом как только он выходит ну-ка назад рядом хорошо нет молодец хорошо здесь я его сейчас пущу просто ребята он сразу полетит мяч видите ай-яй-яй сидеть хорошо рядом молодец нет рядом ай-яй-яй-яй хорошо нет рядом сидеть вот умница молодец хороший умница сидеть молодец хорошо молодец все беру курс поздеваюсь и мы спокойно отсюда уходим на мяч при этом я не даю хотел нельзя и вся весь труд данный рядом молодец так вот ребята надо заниматься концентрироваться на том чтобы отрабатывать вот эти вот момент когда ваша собака не слушает вас соответственно тяжело но это опять же работа с каждой собакой индивидуально ребят поэтому учтите нельзя ни в коем случае ровнять данное видео данную собаку под себя под себя под свою собаку это все сугубо индивидуально все ребят такое видео спасибо что смотрите подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик чтобы пропустить наши новые видео пишите свои комментарии до новых встреч всем пока